Одесский городской глава не смог ответить на вопрос журналиста и попытался отобрать у него телефон. Одесский городской глава продолжает удивлять общественности одесситов. Все помнят, как он назвал инвалидов-колясочников проплаченным митингом. После этого было хамство в адрес журналиста избиркома, когда городской глава высказал, что ему, видите ли, неприятно общаться с представителем прессы. Не так давно он выступил с заявлениями, которых сравнил всех неугодных ему активистов с фашистами и опустился до неаргументированных оскорблений. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Самому Геннадию Леонидовичу этого показалось мало. И на очередном аппаратном совещании он решил оскорбить общественную организацию «Зеленый лист». Вот кто-то задавал себе этот вопрос, кто занимается экологией, экологией. У нас есть там «Зеленый лист», «Зеленый лист» и еще там что-то такое. Когда одесский журналист Богдан Осинский попросил главу города прокомментировать свое высказывание в адрес активистов «Зеленого листа», тот вырвал у него из рук мобильный телефон. Случилось это во время выездного заседания Верховной Рады в здании Одесской АГА. Геннадий Леонидович, можно вас спросить, вот вы общественников «Глистами» недавно назвали, как вы считаете, это нормально? По-видимому, нашему мэру закон не писан. Он может не пускать людей в здание мэрии, оскорблять, поливать грязью кого хочет, а теперь просто препятствовать журналистской деятельности. Комментировал свой поступок Геннадий Леонидович как-то не уверенно. Мы взяли комментарий у самого Богдана Осинского, редактора «Мегафона» и журналиста «Громадского следствия». Ну, у меня вырвал телефон, как бы, засунул в карман. Я ему задал вопрос насчет того, что он недавно там неудачно пошутил и оскорбил общественников, назвал их «зеленый глистом», да. Он обиделся, занервничал и вырвал у меня из рук телефон, как бы, засунул мне в карман и сказал, задавай нормально вопросы. Руки затряслись у него. Ну, бывает, наверное, такое. Хамское поведение мэра вызывает полное негодование у общественности.